итак вы сделали вступление проблематизацию через вопросы участникам дальше вас два пути либо вы изложили поведенческий алгоритм который будем тренировать сегодня допустим сегодня мы тренируем алгоритм презентации свойства преимущества выгода он состоит из таких-то пунктов вот вам пример рассказывайте сам алгоритм желательно его записать на флипчарте или доске прииллюстрировать примером для того чтобы участники поняли какой алгоритм вы собираетесь дальше тренировать либо если у вас исследовательская не экспертная позиция в мастер-классе то вы тогда излагаете тот кейс которым столкнулись участники насыщаете его конкретикой потом именно с этим кейсом вы будете работать в практикуме то есть либо вы конкретизируете кейс сложный для вашей деятельности либо вы излагаете поведенческий алгоритм дальше центровая часть мастер-класса проведения практикума как правило это ролевая игра одна единая самых эффективных инструментов которые есть в обучении развития сотрудников именно поэтому не жалею деньги на военные учения военные именно поэтому тренажер боинга симулятор полета стоит дороже чем сам боинг в это вкладываются все те кому важно отработать сложные навыки что технические что поведенческие перед ролевой игрой очень важно ввести игрового клиента в роль обращаем внимание кто-то из ваших сотрудников большинстве случаев и будет играть того самого клиента с которым надо достичь результата нельзя просто механически сказать и так вася ты будешь клиентом ну давай играть здесь мы поступаем другим способом либо вы клиенту рассказываете типаж которого он будет играть например вася теперь ты не вася ты мария петровна ты оплывшая тетка за 40 ты хочешь сэкономить денег у тебя там средний доход такой-то очень обидчивая при этом тебе важно получить то-то то-то и то-то было например у таких-то конкурентов уже съездила в другие компании и приехала к нам чтобы удостовериться в верности своего выбора конкретная роль вы ее прямо рассказываете человеку и все окружающие слышат таким образом вы вводите в роль игрового клиента открытым способом или вы говорите вот это b2b продажи ты зам коммерческого директора в твои полномочия входит это 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 отрасль такая-то раньше работал с такой-то компании на тендере была проходная цифра такая-то тебе важно то-то то-то и то-то есть такие такие ограничения для принятия решения конкретику говорите есть и другой способ введения в роль тайным образом когда все то что я сейчас произнес вы записываете на листочке даете игровому клиенту просите прочитать про себя не говоря вслух не озвучивая и тогда ваш игровой менеджер не знает какого типажа какой типаж будет играть ваш игровой клиент в реальности так и происходит мы как правило не знаем всю подоплеку которая есть у конкретного клиента нам приходится ее выуживать из клиента в ходе коммуникации первый случай открытый способ нам подойдет для разбора сверх сложных кейсов когда и так уж голова квадратная иногда проще для эффективности озвучить условия кейса сначала открытый способ также подойдет для работы с новичками с не очень квалифицированными сотрудниками сотрудниками которые еще плохо ориентируются в работе силу лени низкого качества мышления для того что они недавно просто трудоустроили здесь тайный способ введения в роль более сложный его мы как правило будем применять когда у вас уже достаточно опытные сотрудники и мы усложняем работу для игрового менеджера поэтому мы вы либо открытый способ используйте либо закрытый осознанно выбирайте ту или иную дорогу обязательно вводите в роль клиента и после этого вам необходимо удостовериться что ваш игровой клиент понял кого он будет играть если это открытый способ спасибо прямо так спрашивайте и так уважаемый вася кого ты будешь играть какой у тебя там доход какие конкуренты уже были в твоей жизни с которыми ты общался по нашей теме чего ты хочешь или какие есть объективные ограничения и так далее вы задаете вопросы на понимание чтобы игровой клиент четко усвоил свою роль и не играл каких-то других персонажей если это тайный способ то это значит что вы уже достаточно давно проводите мастер-классы и сотрудники и так понимают что значит играть в рамках роли не выходя за рамки озвученных озвученного коридора в ряде случаев вы можете пойти третьим способом когда вы спрашиваете участников с какими трудностями вы как правило сталкиваетесь когда работает с этой целевой аудиторией и эту роль создаете прямо вместе с сотрудниками я это даже не записал на слайде сейчас потому что этим способом вы идете когда у вас высоко квалифицированный персонал и они могут легко из реальности сформулировать кейс когда у вас сотрудники находится на этом уровне это большой подарок для руководителя так тоже можно делать переменные для определения типажа клиента уровень обеспеченность уровень лояльности финансовые цели клиента стилистика общения будет это интеллигент или браток деловой человек или невежественный человек эмоциональное состояние он спокойные раздраженные радостные саркастичный подозрительные закрытый если у него время для диалога с вами время для общения есть нет да даже сам канал коммуникации вы общаетесь по телефону или на личной встрече в присутствии начальника этого клиента или тет-а-тет была у вас история уже предыдущего взаимодействия или нет а если да то какая каков уровень конкуренции в этом сегменте все эти факторы могут быть значимы для того чтобы вы сформулировали роль для игрового клиента таким образом вы работаете именно с тем типажом клиента который для вас значим на этом это другие действия ведущего перед началом ролевой игры обязательно надо предупредить участников ролевой игры что ведущий оборвет диалог когда будет достаточный материал для разбора как правило ролевая игра длится от 3 в редких случаях 2 мы все это телефонные крак короткие продажи там может быть и две минуты от 3 до 10 минут нет смысла больше 10-15 минут делать ролевую игру сейчас объясню простую причину вам ведь потом надо анализ проводить как правило за период от 10 от 3 до 10 минут ваши игровые менеджеры надеют уже достаточно ошибок и действия для качественного разбора если вы продлите игру дальше то у вас будут происходить новые события в коммуникации между игровым клиентом и менеджером но они просто будут уже выпадать из восприятия наблюдателя и вашего то есть ролевая игра будет длиться а качество анализа будет падать для вас это совершенно нерационально кроме того как правило мы сталкиваемся с ситуацией когда игровой менеджер начинает достаточно быстро косячить и допускать грубые ошибки в работе с клиентом это точно чем вы столкнетесь на первых занятиях точно после первой же грубой ошибки стоит игру останавливать не длите и дальше во первых у вас уже достаточно материал для разбора во вторых это действительно некомфортно когда смотрят со стороны а я-то сам в роли игрового менеджера понимаю что я иду не туда все больше погружаюсь в болото важно такой сверх стресс не создавать для ваших сотрудников вам же нужно сохранять мотивацию к обучению поэтому 3 10 минут это стандартная вилка если у вас короткие телефонные звонки в формате телемаркетинг это может быть 1 2 минуты даже у неопытного менеджера перед началом игры обязательно стоит спросить какую ты ставишь цель как ни парадоксально часто люди не умеют ставить цель на работу не умеют определять цель на общение в первом контакте с клиентом во втором контакте с клиентом на личную встречу на телефонный диалог и либо в эту цель задаете клиенту допустим тебя надо допродать то-то и то-то с маржинальностью такой-то или там назначить личную встречу или эту цель вы спрашиваете у сотрудника я как правило на первых мастер-классах делаю таким образом я сначала говорю какая будет цель у сотрудника а потом вижу в его в его глазах что скорее всего не до конца понял и спрашиваю так какая будет твоя цель в ролевой игре что будет ключевым критерием эффективности и важно чтобы он это повторил поэтому я закрепляю роли и игрового клиента и игрового менеджера через вопросы и так игровой клиент какую роль ты будешь играть говорит правильно говорю именно эту игровой игровой менеджер какой роль ты будешь играть такой игровой клиент какую роль ты будешь играть такую какую цель бы вставить игре я обращаюсь к менеджеру называет правильно и дальше идем работаем кому-то из вас может сейчас показаться что это очень сложная долгая работа такая громоздкая на самом деле нет по практике могу ответственно вам сказать что за три-четыре мастер-класса у руководителя появляется базовый навык их проведения это рассказывать долго в практике это происходит достаточно быстро сейчас моя задача максимально развивать тему чтобы вам было потом легко и и проводить по ходу ролевой игры ведущий должен записывать все ключевые фразы со стороны игрового менеджера которые повлияли на качество диалога то есть ведущий не просто сидит слушает наблюдать а на самом деле фиксирует все значимые фразы как в плюс так и в минус который сказал игровой менеджер это очень важно иначе ведущий потом не сможет провести качественный разбор ролевой игры то же самое мы просим делать и наблюдателей мы им даем задание пожалуйста когда сейчас будет идти ролевая игра вы не вмешивайтесь не ржете над бедным менеджером который тут корячится каждый будет в этой роли сейчас ваша задача спросить себя чтобы вы сделали на месте этого менеджера как бы вы изменили ход диалога какими конкретно фразами поэтому важно дать задание наблюдателям то есть другим участникам нашего мастер-класса записать все ключевые фразы которые повлияли на качество ролевой игры то же самое делаете и вы как ведущий поэтому это очень предметная работа один и другим вариантом цели здесь может быть ситуация когда вы просите игрового менеджера отработать конкретный алгоритм допустим твоя задача в этой ролевой игре отработать технику спин при выявлении потребности или отработать навык инфографики при презентации сложной финансовой услуги то есть мы конкретный алгоритм даем как задачу на ролевую игру и потом смотрим насколько использование этого алгоритма повлияло на качество диалога ролевую игру таким образом мы заканчиваем в нескольких случаях если ролевая игра длится более 10 минут так как наблюдатели просто забудут о чем шла речь вначале качество внимания снизится также мы ролевую игру заканчиваем когда произошла первая грубая ошибка со стороны игрового менеджера я уже объяснял что этого достаточно будет также ролевую игру мы заканчиваем если игровой менеджер достиг поставленной цели в диалоге с клиентом но что дальше обсуждать цель достигли значит достигли но и мы игра игру также должны заключить закончить если кто-то из участников вышел из себя то есть на эмоции про пробила человек и он стал уже просто ругаться с коллегой если вы видите что эмоциональный наклан накал становится слишком высоким людей стало захлестывать в целях гигиены вашего коллектива надо ролевую игру также завершить поставить на стоп и разобрать тот материал который уже был наработан ну и также вы заканчиваете ролевую игру говорите стоп достаточно для анализа если коммуникация пошла по циклу когда уже нет смысла дальше слушать потому что и так понятно что было когда мастер-классы у вас только начинают внедряться как инструмент тренировки навыка я всегда советую по максимуму использовать аудио и видео инструменты фиксации ролевой игры сейчас объясню причину как правило не у вас не у наблюдатель еще не наработан навык анализа вот этого опыта коммуникации этой ролевой игры гораздо легче идет работа когда у вас стоит виде видеокамера видео либо просто включен диктофон в эту ролевую игру записали и потом вы можете ее по кусочкам давать на разбор будет предметная доказательная работа все смогут посмотреть на эту ролевую игру еще раз со стороны и вы можете варьировать время на анализ ставим просто запись на стоп сказал игровой менеджер фразу ой вы знаете этот вопрос к руководителю я в этом не разбираюсь вы поставили на стоп и спрашиваете как вы думаете что сейчас происходит с клиентом как он антрепретировал эту фразу как он теперь будет относиться к менеджеру а что надо было сказать вместо этой фразе если вы действительно не разбираетесь в том вопросе по поводу которого клиент задал свой уточняющий вопрос как же им надо отреагировать и вы можете через покадровый разбор этой ролевой игры провести предметный анализ если у вас менеджеры достаточно осознанно у них натренирован навык самоанализа то вам такие инструменты как аудио и видеозапись будут требоваться реже потому что не будут хорошо помнить что конкретно было в ролевой игры и они смогут действительно фиксировать все ключевые фразы которые значимы для результата тогда вы можете эту работу делать быстрее но я ориентируюсь на среднюю температуру по госпиталу как правило менеджером это делать действительно сложно да кстати и руководителям тоже поэтому пользуйтесь теми прекрасными средствами которые нам подарила техника аудиозапись видео запись важно удерживать внимание участников в ходе ролевой игры во время игры когда идет диалог игрового клиента игрового менеджера задача ведущего пресекать любую болтовню поползновение посмотреть в свой этот мобильный телефон заняться другими делами здесь надо говорить жестко если кто-то из участников начинает козлить и выходить из игровой роли а давай-ка по изображу вообще не клиента реально черта начну хамить себя плохо вести а это не было по сценарию задумано вы говорите так общаемся из роли у вас есть роль помните роль в рамках роли работая если менеджер начинает превращать игру в абсурд вы также говорите соберитесь у нас не балаган и не театр у нас задача отработать эффективное поведение работая в рамках роли поэтому здесь ведущий может должен и обязан быть директивным удерживая рамки работы есть несколько особенностей работы с аудио-видеозаписями которую я вам пропагандирую сейчас когда вы проводите нереальную ролевую игру а именно прослушку аудио или видеозаписи которые были сделаны с реальным клиентом до мастер-класса необходимо провести подготовительную работу нельзя просто взять какую-то аудиозапись из телефонной прослушки рандомным образом и дать ее на анализ это будет плохая работа не делайте так здесь нужна подготовка и так в чем заключается подготовка ведущий то есть вы перед ролевой игрой проводит предварительную прослушку и отбор записей которые были сделаны в поле вы выбираете наиболее яркие симптоматичные записи сейчас хочу пояснить что есть симптоматичная яркая запись это не какой-то самый чудовищный разговор с клиентом нет нам сверх эмоции драма как правило то не нужны может к вам обратиться клиент реальности все психиатрическим диагнозом это будет очень ярко с точки зрения эмоций но он грубо говоря раз в год появится вашей клиентской базе а самое интересное это та самая серая скучная обычная работа с клиентами потому что большая часть клиентов не проявляет таких сверх эмоций здесь другой критерий это те ошибки те сложности в работе с клиентской базой которые мы совершаем чаще всего с целевой аудиторией которая нам наиболее значимо наиболее драгоценна поэтому не эмоциональная экспрессивность является критерием отбора таких записей а упущенная прибыль повторяемость цикличность ошибок которых вам надо от которых вам надо избавиться а